Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос, который вы задаете. Значит, ну, если брать вашу ситуацию с одной стороны, то, конечно, вам много сочувствия, много сопереживания в этой ситуации, потому что тяжело вам и непросто. А с другой стороны, тот момент, который интересует меня, это то, что у кого-то получилось вас обесценить. Будь то родственники какие-то, будь то, собственно, ваш сын и его жена, его неверство. У этих людей получилось вас обесценить. Потому что то, как вы себя сами называете, то, как вы про себя говорите, это вот очень сильно здесь прообесценивано. То есть вы обесценили сами себя через поступки этих людей, которые как бы действуют... Да, они действуют, может быть, не в соответствии с вашими представлениями, но они действуют так, как вот диктуют им, грубо говоря, их какие-то ценности. У вас ценности одни, у них ценности другие, у вашего сына ценности третьи. Вот, и, соответственно, разница в ценностях вас обесценивает. То, что их ценности и ценности вашего сына не соответствуют вашим, не совпадают с вашими. Вот это ключевой момент в данной ситуации. И, на мой взгляд, то, что вы себя обесцениваете вследствие разницы во взглядах, ну, говорит о том, что вы себя начали обесценивать еще раньше. Вот, нет, я ни в коем случае не говорю о том, что вам нужно было соглашаться на условия, которые вам, как бы, предложили. Вот, само собой, нет. Но я говорю о том, что тот факт, что вы не согласились на эти условия, и тот факт, что вы, ну, несмотря на, как бы, вот то, что и сыном хотелось повидаться и все такое, вот, несмотря на это, вы выбрали свою какую-то модель. Вот, вы выбрали свой путь. Это, на мой взгляд, ну, делает вас ничуть не хуже, чем они никак вас не преуменьшают. Вот, но, тем не менее, вы говорите, что мной пренебрегли и так далее, так далее, так далее. Вот, я думаю, если какие-то действия людей могут вами быть интерпретированы как пренебрежение, что, вероятно, и вы сами себя собой, точнее, пренебрегают. Остается вопрос только в том, как. Ну, вот вы, грубо говоря, перечисляете то, что вы делали для своего сына. Там, покупали ему что-то, помогали, помогали ему в чем-то и так далее. Я думаю, все ли это, что вы перечислили, вы делали из избытка? То есть, все ли то, что вы делали, вы делали потому, что вам так хотелось, а не потому, что вы делали, например, для, ну, не знаю, для, может быть, какого-то сохранения имиджа, например, для сохранения лица, например, и так далее. То есть, насколько вы были свободны в том, чтобы это все делать. Потому что обычно, когда человек делает что-то для, как бы, ну, для другого, да, обычно он, значит, ну, не чувствует себя обесцененным, если, значит, тот, для кого он что-то делает, ну, вот, не разделяет его какие-то взгляды, да, и, ну, несмотря ни на что, продолжает, там, грубо говоря, гнуть свою линию. Вот. То есть, в этом случае, ну, человек понимает, что, ну, вот, он, как бы, значит, ну, ценен, вот, и другой человек тоже ценен. То есть, как бы, сохраняется какое-то равенство. А у меня такое, такое чувство складывается, что вы считаете, что ваш сын вам должен. То есть, он должен был пойти на уступки вам, он должен был пойти на, как бы, согласие с вами. Вот. Он, конечно, мог это сделать, но он мог этого и не сделать. И от того, сделал он это или нет, от того, сделали другие или нет, ваша ценность не зависит. Наибольшую боль вам причиняет именно то, что вы себя здесь чувствуете приниженной. Но приниженной за счет чего? За то, что, вероятно, ранее вы у себя эту ценность забрали. Вы забрали у себя эту ценность ради какой-то цели. Хотя, с точки зрения, например, психологической активности, да, вы это делали, ну, скорее, например, из дефицита, а не из избытка. И отсюда возникает такая история. Понимаете? Мне, например, ну, не хочется давать какие-то оценочные суждения, конечно, но мне, например, показалось, что довольно много всего вы делали для своего сына. Причем, я не очень понял, он вас просил все это делать или он вас не просил, вы сами все это делали. То есть, это как-то, знаете, ну, как-то вот возникло такое ощущение, что вы своей активностью, ну, как бы заменяете, что ли, активность его, да. То есть, ну, берете на себя, как бы, то, что, в принципе, должен брать сын, вот. Плюс мне показалось, что оплата фотографа, ну, тоже довольно-таки мало. То есть, вот. Понимаете, в таких ситуациях, когда мы что-то делаем для наших близких, очень важно вот не смешивать то, что мы делаем из избытка, то, что мы делаем искренне, то, что мы делаем, потому что нам этого хочется, нам искренне хочется, ну, делиться чем-то с близким человеком, да, дарить ему что-то, будь то наша любовь, наше тепло, нашу улыбку или какие-то материальные вещи. И отличать вот это все нужно от другой активности, когда мы делаем, потому что мы считаем себя должными. Когда мы делаем, делаем без выбора. Я думаю, что если как-то вот структурно говорить, то вы можете, на мой взгляд, спросить себя о том, насколько вы были свободны, когда, например, давали возможность своему сыну доучиться. Вы можете спросить себя, насколько вы были свободны, когда делали все остальное для своего сына. Я не буду тут все перечислять. И я думаю, что вот степень того, насколько обесцененной вы себя чувствуете, вот, прямо зависит от того, насколько вы были свободны в своих решениях, именно свободны. Вот. То есть, грубо говоря, то, что вы делали не из долга, не потому что вы делали, а потому что вот, это ваш сын, я хочу, чтобы у него все было хорошо, вот, я хочу, чтобы он был счастлив, и я как бы, ну, делаю для него то, что я могу. При этом, да, то, что я могу и то, что я хочу. При этом, совершенно никто не отменял того факта, что объем того, что вы делаете для кого-либо, является бесконечным, и то, что он должен быть, должен быть бесконечным только потому, что вы, например, мама. Нет. На определенном этапе, на определенном этапе, на определенном объеме, скажем так, появляется потребность в том, чтобы обязательно что-то получить от человека. То есть, это становится как бы достаточно нелегко, это становится как бы достаточно тяжело. Такая внутренняя оценка у каждого своя, она уникальна, она индивидуальна, и проблема в том, что вы к ней не прислушивайтесь. Ваша задача прислушиваться к этому, ваши задачи продолжать прислушиваться, и ваша задача сейчас постараться увидеть, в чем суть, собственно, вашего, именно вашего конфликта. Да? Вот. То есть, понятно, что сын там что-то делал. Вот. Понятно, что он сейчас что-то делает, потом он может быть жалеть об этом, а может быть не будет об этом жалеть, этого не знает никто. Вот. Но мы и говорим не про сына, мы говорим про вас. И мы говорим про ваш конфликт, мы говорим про вашу боль. Так что болит у вас? Потому что мне показалось, что, вот знаете как это, вот я вкладывал, вкладывал в него, вкладывал, 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 а он мне вот так оплатил. Ну и вот сейчас вопрос тогда. А для чего же вы вкладывали? Чтобы он только был вам лояльным? А для чего вам его лояльность? Понимаете? То есть здесь как бы происходит уже нарушение личной границы между вами и вашим сыном, на мой взгляд. Понимаете? Конечно, конечно, вы можете сказать что-то типа, ну я считаю, что он должен был так поступить и я считаю, что он поступил плохо. Ну окей. Это ваше право, если вы так считаете, никто у вас этого права отобрать не может, да и не надо. Другой вопрос заключается в том, что вы будете делать, если это не так. Мне кажется, мне кажется, что вне зависимости от того, что вы решите, и мне кажется, что вне зависимости от того, как вы будете взгонариваться со своим сыном дальше, согласитесь вы на его условия, не согласитесь вы на его условия, это зависит исключительно от вас. Мне кажется, что крайне важно не терять собственную ценность, которую вы в данном случае потеряли. И вот это, мне думается, очень и очень серьезно. Это, мне кажется, очень и очень, как бы, ну, тревожно, так сказать. Вот. Поэтому, 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 я считаю, поэтому я считаю, что работать вам нужно именно со своими личными границами и со своими ценностями. Вот, и увидеть, что несмотря на, несмотря на то, что вы производите впечатление, ну, человека, который такой достаточно волевой, да, вы производите впечатление человека, который такой достаточно самостоятельный, сильный и прочее. Вот. Вы, как будто бы довольно сильно зависимы от своего сына. Может быть, потому что вы не прожили потерю своего мужа. Может быть, еще по каким-то причинам. Но речь идет о том, что у вас есть серьезные трудности с ценностью, со своей ценностью. И это никак не отменяет того факта, что вам необходима позиция по сыну, да, чтобы вы себя не предали, чтобы вы действовали в своих интересах, в своих ценностях, чтобы вы, как бы, остались при своем. Но, чтобы это была позиция не, ну, не борьбы за равенство. А сейчас, как будто бы, именно это и происходит. И вот это и есть проблема. Понимаете? Понимаете? Я надеюсь. Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, как-то так. Вот вы видите, что, что я к нему и к его новым родственникам со всем уважением, да, а со мной обошлись, как бы, ну, как будто я насекомый. Вот это же вы себя принизили. А это значит, что если вы себя принизили здесь, то потому что, ну, у людей просто другие взгляды. Правильные они, неправильные. Это же, ну, все люди разные. И вы со своим сыном тоже разные люди. У людей разные взгляды, но вы воспринимаете это как именно принижение себя. Почему? Потому что вы сами себя принижаете. А принижаете вы себя сами именно за счет того, что… Как действуете? Как поступаете? Ну, вот… По отношению к себе, по отношению к сыну и так далее… То есть вопрос… Сами… Вот, у вас, у самой по себе, получается ли… Прочувствовать в себя ценной, автономной и значимой самой по себе. На данный момент, до этой истории, да, вот до этой истории, как бы, чем вы живете, для чего вы, я не знаю, работаете, да, вот зачем. Вот, как-то так. А, значит, ну, печаль и горечь можно прожить. Вот, то, что вы сказали, что не привили ему в свое время к себе уважение, это не означает, что у меня нет к самой себе самоуважения. Ну, у вас самоуважение, оно как будто бы реакционное только. То есть оно, вот, как реакция на то, что вам не нравится, понимаете. Она, как бы, оно, точнее, проявляется тогда, когда, вот, ну, люди просто поступают, исходя из своих, значит, ну, исходя из своих ценностей. И у вас свои ценности, понимаете, какая штука. Вот, а получается так, что ваша ценность зависит от того, разделяются ли ее другие люди. Вот, и таким образом вы становитесь зависимыми, и таким образом вас можно, вот, принизить, сделать, вы таким образом делаете себе больно, потому что чувствуете себя отверженной, например. И, как бы, включается обида, вот. Еще, еще раз, это не означает того факта, что вам нужно соглашаться на условия своего сына. Нет. Это не означает того факта, что вы поступили неправильно, когда поступили так, как поступили. Нет. Это всего не означает. Я хочу, чтобы вы развели два понятия, два вектора, две, скажем, два аспекта. Ваша внутренняя ценность и ваша внутренняя опора, ваши четкие, опять же, внутренние приоритеты и ваш собственный внутренний путь. Размерить вас, как отдельной личности. Это одно. И второе, это ваше отношение к другим людям, базирующееся на первом. А у вас сейчас получается, что это смешано в одно. Разграничения нет. И как будто бы вы, с одной стороны, считаете себя должной делать все для сына, для родственников, там и т.д. и т.п. А с другой стороны, если люди не ценят то, что вы делаете, не разделяют ваши взгляды, то, как бы, вот, начинаются проблемы. Задайте себе вопрос. А почему люди должны были поступить так, как вы считаете нужным? Как вы считаете нужным? Почему? Откуда такие вот элементы борьбы? Ну, то есть, я имею в виду, что, когда эта тема пошла, да, когда вся эта история началась, ну, вы же могли там, допустим, сказать, типа, а, окей, ну, мне так не подходит, все, как бы, я никому ничего говорить не буду, сама, как бы, тоже участвовать там не буду, в том, в чем, как бы, ну, вот, в чем, ну, в чем меня не устраивает, да, вот, и все. Это печально, это горько, это правда, это печально, это правда горько, это грустно, то, что, то, что, то, что происходит. Грусть, данная ситуация, это нормально, грустить данная ситуация, это нормально, потому что вы столкнулись с тем, что вы с людьми разные, оказались, это всегда немного грустно, вот. Но никак не Вот ощущение себя Так как вы себя называете Вы так не сказали Ну изначально Сразу Сразу Поэтому мне кажется у вас разговор не получился Потому что как бы Люди то просто Демонстрируют вам Свои ценности Да И Предпринимают Шаги для их реализации Но А вы стараетесь Именно переубедить Вы можете сказать что Ну и они тоже пытались Меня переубедить Действительно Действительно Так Может быть они тоже пытались Вас переубедить И может быть они точно так же Как вы Чувствовали бы Себя Так как вы сейчас Если бы Эта история была бы про них Это тоже о чем вам стоит подумать Это то, о чем вам стоит подумать. К чему вы стремитесь? Вот, вы стремитесь к тому, по сути, чтобы люди, например, приняли вашу точку зрения, да, например, и сделали все по-вашему, но они бы тогда чувствовали себя так же, как и вы. Вы этого для них хотите? Вот это вопрос. То есть тут тоже очень важный момент. Мы говорим не про них, мы говорим про вас. И работаем мы, конечно же, только с вами. Вот, пожалуй, как-то так. Вот вы пишите, что мать-невеста пыталась вас уговорить, и вот видите, как будто бы ничего не произошло, типа мы родители должны быть более мудры. Ну, вот видите, у человека свои, как бы, ценности. Вот. Для чего вы пытались вернуть деньги, которые вам перевели, тоже непонятно, зачем. Вот. То есть, как бы, есть вот это вот ощущение, что вот сюда замешана ваша собственная, ну, ваша ценность и борьба за эту самую ценность. Вот у вас всегда вмешано. Вот с этим, мне кажется, нужно работать, чтобы ваша значимость, чтобы ваш психологический размер не зависел от действий, кого бы то ни было. И, глядишь, вы из этой позиции, ну, скажем так, более мягко могли бы себя вести. Например, что там, допустим, ну, допустим, можно было какой-то компромисс найти. Например, что, окей, я все понимаю, хорошо. Там места нет, но пусть вот они приедут, да, вот те, кто, те, кто должен был приехать. И они просто, ну, как бы зайдут, зайдут, вот, ну, просто как, там, не знаю, случайно люди, то есть, ну, не выгонять же их, типа, если они приедут. Вот. То есть, как-то вот решим этот вопрос на месте. Там все это решается. Но вы почему-то стали делать упор на том, что кто первый, да, кто, кто, кто официально и так далее. То есть, вот формально, встанах, как правило, опять же, возникает тогда, когда есть проблемы с ценностью. То есть, если я не чувствую свою ценность, если я не опираюсь на себя, то мне нужны какие-то внешние рычаги для того, чтобы это было, ну, как аргумент для людей, да, чтобы они, как бы, ну, безоговорочно это приняли. Только проблема в том, что у людей тоже есть аргументы, но свои. Если, например, вы уделяете, допустим, внимание официальности, а неформальности, то есть люди, которые уделяют внимание как раз таки неформальности и неофициальности. И с этим тоже необходимо как-то вот учиться взаимодействовать. Просто уточню, чтобы было понятно. Если бы ваши, все ваши действия проистекали бы из того, что для вас это ценно, вот то, к чему вы стремитесь, и ваши действия были бы продиктованы тем, что вы не приемлете нарушения этих ценностей, что я прекрасно понимаю, вопросов бы к вашим действиям не было бы. Но поскольку речь идет о том, что вы решаете здесь вопрос своей ценности, поскольку, как бы, получается, что здесь вы решаете вопрос своей значимости, поскольку есть предположение, что вы, ну, жертвуете собой в той или иной степени, да, отнимая у себя часть своей ценности за счет действий по отношению к сыну, и потом, как бы, надеясь на то, на то, на то, что вам возместят что-то, вот, то совершенно неизвестно, как бы вы поступили, если бы вопрос ценности не решался. Вот. Поэтому вот это вот самый такой неприятный момент, потому что, ну, по сути, человек не может быть собой, да, вот вы, вы не можете быть собой в этой ситуации, вы поступаете вот так вот, как вам, вот, велит, как бы, вот, такой, такой мотив, мотив. А если бы он не велел, как бы вы поступали? Это вопрос. Я думаю, что, я думаю, что компромисс, он, эээ, возможен всегда. Вот, я думаю, что, эээ, ну, из вашего текста, по крайней мере, из первого сообщения, эээ, не вытекает прямо, что вот та сторона, она не была готова обсуждать какие-то варианты, вот, не была готова обсуждать какие-то варианты, может быть, и вы не были готовы обсуждать варианты, понимаете? А, так что, тут вот такой момент. И, отвечая на ваш вопрос, как поступили бы вы, это абсолютно, эээ, на мой взгляд, ну, лишённый всякого смысла вопрос, потому что каждый человек, оказываясь в ситуации, в которой оказались в их, он поступил бы по-своему. Он поступил бы по-своему, исходя из своих ценностей, эээ, как бы, созвездия которых у каждого своё. Вот. Лично мне кажется, что если бы для меня на первом месте был мой сын, и если бы я хотел сделать его счастливым, и если бы я знал, что мой приезд сделает его счастливым, то я бы приехал. Потому что, опять же, из вашего текста не вытекает прямо, что сын не прав, когда говорил про вашего дядю, что тот мало участвовал в его жизни. Я не знаю, может быть, это не так, но вот прямо не вытекает. Если для меня, значит, какая-то семейная история, и в целом моё положение среди семьи, то в этом случае, конечно, я бы к сыну не поехал, потому что другие родственники бы, понятно, не одобрили бы меня и обиделись бы. И в данном случае я бы сохранил, как бы, расположение родственников. Но вот, по словам говоря, потерял бы сын, ну, с точки зрения вот моего положения в семье, наверное, это оптимальный вариант. То есть всё зависит от ваших ценностей, всё зависит от того, какие у кого приоритеты. Ну, а чтобы это понять, какие приоритеты, нужно сначала решить вопрос своей ценности, потому что вопрос своей ценности, это вопрос, по сути, борьбы с угрозой какой-то. Вот, это борьба с ожиданиями необоснованными, это борьба вот с тем, о чём я говорил, и поэтому сказать, ну вот сказать в этой ситуации про то, какие у вас приоритеты и как бы вы поступили, невозможно, понимаете, потому что вы поступали несвободно. Тот факт, что у вас скребут кошки на сердце, как вы говорите, опять же, может быть, разный контекст того, что вы сказали, и вы, может быть, это видите там, ну, вот вообще по-своему. Но я увидел в этом в том, что вы как будто бы, ну, может быть, не сомневаетесь в своём решении, но, может быть, как-то вот жалеете о том, что вот так отказались. Я могу ошибаться, а может быть, вы использовали эту фразу под другим, другом контексте. Вот, вот, ну, если это, если это так, то в таком случае я прошу, я прошу, конечно, меня простить, и последнее высказывание в таком случае, ну, последнее высказывание в таком случае лишено какого-либо значения. На этом всё, удачи вам, всего самого доброго.